ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну шо, здрасте? В домах! Водыри! У нас сегодня супер важный день. Шо мы сегодня? Мы едем на гипнабельность. Знаете такую передачу «Звезды под гипнозом» на новом канале? Сейчас вы будете в шоке, я клянусь! Сирк и гипнозом. Вот нас туда пригласили! И сегодня нас будут проверять на гипнабельность. Если мы поддаемся гипнозу, то нас пригласят. Алина, что ты думаешь? Ты гипнабельная? Я гипнабельная, я вам отвечала. А, Настя, а ты? Нет. Она говорила постоянно, что она гипнабельная, а теперь нет. Она опять своровала мой ответ. Сначала волосы, потом ответ. Телки сегодня одинаково накрутились. А мы с Алиной разными. Это я. Прямо его... Мы с тобой посадили тоже одинаковые. Я тоже написала, Алине, то есть я себе вы... Катя довела Настю до слез. Из-за того, что человек просто так накрутился, как Катя. Ты не знал, что я подразумевалась не хотела. Какую хочу такое близкое дело, мы в свободной стране живем. Короче, ребят, нам вообще нужен парень-менеджер, чтобы вот решал такие дела, как вот эти ссоры, потому что из-за вот этих вот... Мы не можем решать важный вопрос. Ну что, девчонки, какие ощущения у вас перед гипнабельностью? Страшно. Я надела мокрый свитер и... Она не сможет расслабиться. Да, я не смогу расслабиться. А там главное условие, что надо расслабиться. А я боюсь, что меня не загипнотизируют. Все загипнотизируют. Мы же это, творческие люди. Делайте все. Все будет хорошо. Помнишь? За нами уже идут. Сначала не очень я расслаблялась, а потом вот она расслаблялась. Ребята, классно! Да, мы там были, мы уже были. В общем, это такая... Это такая маленькая комнатка. Тебя садят в маленькую комнату, дают тебе вот эти стульчики. И сиди там, Владимир, он сначала рассказывает о гипнозе, сказал, что цыганки полная фигня, это все херня. Короче, и он нас водил этот раз, но в шоу это все показывается, что он нас очень расслаблял. Короче, ребята, это правда. Это прикольно. У меня вот так вот глаза не открывалось. Есть вещи, которые реально ты думаешь, ну блин, с тобой не произойдет, но ты их прям чувствуешь, ну то, что тебе говорят, и чувствуешь, и ты развиваешься. Ну, не все, не все, если честно, но... Нам сказали, что мы гибнадельные! На 8 из 10 все! 8 из 10, ребята, так что если что, охоту вынесите. У кого мы в гостях? Мы в гостях у Ани. Первый раз мы... Подарочек, где пакетик? Красивый пакет! Красивый пакет! Красивый пакет! Красивый пакет! Мы потом сфоткаемся! Вы довольны? Очень Аня, спасибо! О, всем привет! Это Камеди Моделс и Настя Каменский! Привет! Привет! Мне кажется, что это видео самое лучшее, самое лучшее, которое у нас есть! Ура! Ребята, подписывайтесь на канал девочек! Обязательно! Камеди Моделс! Подписывайтесь на Настю! Да! Обязательно! Смотрите ее влоги, самое интересное! Короче, мы пришли в мое агентство, которое называется Эгомодос и Валина, сейчас мы телочек туда впихнем, так что сейчас мы вам покажем, как выглядит модельное агентство, там есть мои фоточки, сейчас все покажем, заходим! Пароль 90-60-90! Модель is the best пароль! Здравствуйте! Я мой! Здравствуйте! Привет! Привет! Выбрали! Сейчас директор нашего агентства расскажет, за что она не любит юмор. Сегодня это все тайное станет явным. Или явное станет тайным. Здравствуйте! Это Евгения, директор агентства Эго Моделс. Женечка, расскажите, вот кто у вас в агентстве из Камеди Моделс? Из Камеди Моделс у меня Лера Товстолес и Алина Кашарна. У Леры иногда меняются планы. Да, из-за чего они меняются? А потому что она у нас актер, юморист. И вечно, да, с этой Лигой Смеха? И вечно с Лигой Смеха занята, и мы не знаем, что нам делать. Ты любишь Лигу Смеха? Нет, я ее не люблю. Более того, презираю. Алину Кашарна из сайта были Легомоделс. Почему так случилось? Потому что мы Алину Кашарную за Лигой Смеха не видели в агентстве больше, чем полгода. Лига Смеха разрушила карьеру Алины Кашарной. Ужас. Пошла вон. Я надеюсь, вы не пройдете в следующем этапе. Я очень на это надеюсь. Удачи вам, девочки. Спасибо. А если серьезно, то реально, это самое лучшее агентство. Кто писал, кто спрашивал, в какое эти модельное агентство, приходите в Эгомоделс. Мы кинем вам ссылочки на Женю, на Букеров. Я сейчас мешаю всем девочкам перед кастингом. И мне кажется, скоро меня убьют. Я не знаю, что они на экспорт отправляют. Короче, нельзя никогда быть последней, это вообще лохоманство. Надо идти третья, я третья, все четко растет. Обязательно возьмите лифчик больше с пушапом, потому что сиськи все любят. И третье, обязательно, даже если ты не знаешь английский, просто улыбайся. Ножки обязательно брить. Мне обязательно надо брить совсем. Лера, ты ж никогда не бреешься, зачем ты советую себя брить? Уже смотрят девочки. Лена, 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 ну что, как? Меня Лена зовут. Лера? Лена. Полновалась, главное, надо было помнить, что дышать я должна. Ну ты дышала. Не отвечать на вопросы, да. Ну что, где ты была, расскажи. Я была в Сеуле, в Корее, три месяца, моя первая поездка. Говорят, Лера достались, прошла в Нью-Йорк. Не прошла. Короче, слышали, Лера достались, не прошла. И шла у меня печаль. Да, она, короче, плачет, сейчас сидит. У меня карьера, карьере конец. Я уже 22 года, уже скоро. Она же, ну, старая, старая. У нее пенсию уже, Женя, офисала. Там тысячи пациентов месяцев было. Ну это ж... Ну там пенсию не оформили, короче, понимала. Это и шо. Проезд в метро бесплатный. Это очень... У нас это как карьера, это как карьера пенсии. Я тебе передаю, Лерочка, привет. Но зато она в юморе, это же классно. Не скучай. Субтитры сделал DimaTorzok